Роман Осин Почему седьмого? А потому что наш символ, кулак на фоне звезды, антифашистский символ, с которым еще Тельман выходил, Минюст долгое время считал символом, угрожающим существующему государственному строю. Пропалились, по-другому и не скажешь. Сегодня очень много было здесь сказано правильных вещей о произволе, о том, как на наши с вами права плюют. И я думаю, здесь все с этим сталкивались. Я скажу несколько о другом, о причинах. Скажите, пожалуйста, это первый ли раз о нас с вами вытерли ноги? Да вся история нынешней, современной российской государственности, начиная с 91-го года, полна такими событиями. 91-й год, а мнение народа, который проголосовал за сохранение Советского Союза, наплевали. Это факт. 93-й год, прежде чем принять нынешнюю Конституцию, которая дала президенту почти царские полномочия, расстреляли из танковых орудий защитников Верховного Совета. Далее, нулевые, в 96-м году. Пошел вон. Правда глаза колет? Коммунисты, мудаки. Взаимно. Продолжаю разговор. В 96-м году аналогичная ситуация. В 11-м году многие из нас выходили на улицы, и о нас тоже вытерли ноги. Я был на Болотной, вы многие были на Болотной. Что, я не прав? Не вытерли ноги. А ведь многие выходили. Год назад, повышение пенсионного возраста, несколько миллионов подписей было собрано, сколько было разговоров. Опять о мнении народа вытерли ноги. Я о чем хочу сказать. Нам противостоит сегодня не только лично Путин и не только лично Медведев. Понятное дело, что их всех надо гнать. Нам противостоит государственный аппарат. Нам не подконтрольный, а подконтрольный тем самым крупным частным собственникам, тем самым олигархам, которые под трескотню о демократии и свободе прихватизировали страну в 90-е, которые под трескотню о подъеме с колен выстроили вертикаль олигархической власти в нулевые. И у нас так классно Путин борется с олигархами, что было их 15, а стало 115. Молодец, эффективно поднимает крупных собственников. И сегодня, сегодня под трескотню о единстве, о патриотизме. Эта власть с одной стороны выворачивает наши с вами карманы. Сегодня, к слову сказать, новые станции метро, которые строят рабочие по полгода не получают зарплату. Буквально недавно брали мы интервью с врачами из Орловской области, которые тоже не получают зарплату, которых оптимизируют, но которые создали свой профсоюз. Речь идет о чем? Что мы должны выдвигать требования не только касательно депутатов и выборов. Мы должны выдвигать требования смены системы. Как минимум, конкретно, отмена к чертовой матери. Вот вы тут что-то против коммунистов говорите. Вы за то, чтобы отменить к чертовой матери эти фильтры муниципальные и еще какие? За или против? За! Далее, за то, чтобы был отзыв депутатов всех уровней, когда депутата выбирают, а мы ничего с ним потом сделать не можем. Он нам обещает, что он будет нас защищать. А потом он там оказывается и становится таким же продажным, сколько таких случаев было. Вы за или против отзыва депутатов? Да! Что тут неправильно? Это что, коммунисты неправы, да? А при чем из коммунистов? А при том, дальше. Люстрации! Дальше. У нас наши толпы, сколько бы мы не выходили на улицы, но одни толпы ничего не поменяют. Может быть, кому-то это не нравится, но это факт. Нужно мощное забастовочное движение. Нужна самоорганизация рабочего класса на предприятиях, черт побери. Поэтому необходимо требовать демократизации не только выборного, но и забастовочного законодательства. По трудовому кодексу хрен приведешь забастовку по закону. Именно поэтому 90% у нас незаконно. Забастовка! 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 Одни уходить, другие, а жизнь будет по-прежнему ухудшаться. Потому что, и это надо понимать, попомните мое слово и не говорите потом, что вам этого не говорили. Покуда у нас экономическое неравенство, покуда у нас 3% населения владеют собственностью, там больше... Пока мы едины, мы не победим, пока мы едины, мы не победим, а остальные 97% в нищете, вы с этим тоже не согласны? Скажите мне, что 3% у нас шируют. Рынок! 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 Ну вы получили, господа хорошие, вы ждете рыночек! Рынок! 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 Рынок, он и породил эту монополию. Так вот, пока не будет у нас социально-экономического равенства, пока будет эта система, мы проблемы не решим. Именно поэтому к власти, я заканчиваю, в конечном счете должен прийти тот класс, который стоит у станков, который учат детей и лечит детей, который, извините меня, зарабатывает на хлеб насущный своим трудом. И только тогда мы ведем отменной свободы. Завтра приходи! Россия будет свободной, Россия будет социалистической! И вот вам капитализм – дерьмо! А кому есть будущее наше? Не дай бог! Так, ну, тут начинаются уже такие живые депутаты. А, крыть нечем! Что, кто? Что? Присутствующих друг между другом, большая противообязательность не делиться. И efectivamente, у него сломалась до него я ночь в неделю. Кстати, смотрится о картах и любовь, может быть Keeps Vaughна! Опера happens уже! Накр charges с капиталом лекарем. Продолжение следует...